Карапузик, Карапузик, ты куда-то пищишь, Балам? Музитёк, ручки в кулак и такой деловой. Деловой, Тёмыч? Расочки, как гольфики на Тёмыча. А шо делать, да? Ты наш малыш, ты наша радость, ты красавчик, ты умный мальчик. Да, он любит, чтобы с ним разговаривали. И как мама любит, чтобы его хвалили, да, мамкин сын? Внешне, скажи, я похож на папу, но характером вижу маму. Я отвернулся. Чё, мам? Тёма, сейчас твои щёчки съем, сейчас твои щёчки съем. Куда бежишь? Куда бежишь? Давай носочки натянем. Куда бежишь? Ой, всё, всё. Борется со сном, Тёмыч. Ой, 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 возмущён. Возмущён. Всё хорошо. Ручной ребёнок. Ищем ручки лишние. Ой. Скажи, чём привет. Красавчик Тёма. Он на меня вообще, да, не похож? Он похож на своего папу. Да, у тебя папа похожа, что ли? Да. Вот такой ты красавчик. Ой. Ты там себя увидел? Там Тёма, что ли? Там красавец Тёмочка. Ой, ой, ой. А этот-то парень. Ручки уже знает. Ручки уже любит. Он-то лежал, возмущаться начал. Я его взяла. И все возмущения на ручках прошли у Тёмы. Идём. Вау, ты чё меня зарядил? Чё-то я не вглаж. Чё-то кулачком маленьким. Ты мой красавчик. Ты красавчик. Папулечка нас сидит с Тёмочкой. А мы сейчас этой красивой девочкой будем есть ароматную, сладкую клубничку. Клубничка уже отходит. Цена на неё уже 200 рублей. Но, тем не менее, мы покупаем её каждый день. Потому что наша Камилочка очень любит клубнику. Как-то Кирюша с Кариной уже её наелись. А вот Камилка хорошо её ест. Поэтому минимум килограмм в день покупаем. Кушай дочек. Набирайся витаминчиков, да? Моя красивая девочка. Ой, куда бежишь? Куда бежишь, сладочек? Тёмочка после ванночки. Ему так нравится плавать. Он прямо ручками и ножками там расслабляется. И такой тихий. Мой ты маленький. Вон он родился. Тристо. Ножки. Ниточки. Ручки. Мне-то его в роддзале одели. Всё. А когда привезли в палату, он испачкал памперс. Мне же надо его было переодевать. Я сейчас поняла, как он маленький. А сейчас мой СЗД вырос. Вот эти щёчки, эти щёчки, эти щёчки. Вот эти щёчки твои съем. Сейчас буду делать ему массаж. Для массажа использую вот такой вот детский крем для мамы-молша. И под подгузники у нас памперс премиум кекс. Кстати, использую такой вот судокрем. Я смотрю, у меня в комментариях очень много пишут врачи и педиатров. Напишите, пожалуйста, девочки, женщины, врачи, как вот такого вот судокрема. То есть в практике вы назначаете деткам такой судокрем или, может, что-то другое. Но я вот по тем временам, скажем так, Карине, Камиле, Кириллу, я покупала именно судокрем. Взяла сразу большую банку. Так выгодней. Вот и за год. Ай, и ножки эти мы его, конечно же, используем. А еще, кстати, обязательно Аквамарис увлажнять. Наш вот этот вот носик у нас уже остался. Вот, на одном применении. Завтра надо купить вот этот вот носик маленький. Ну, носик. Да! Мой слеткий. Одела Темочку в слипек. Такой хорошенький. У тебя так идет белый цвет, можешь их задать? О, скоро этот слипек на него будет маленький. Еще на него нету маленьких вещей, но скоро-скоро уже будут появляться. Сейчас Темочка будет кушать, да, и ложиться спать. Ай! Ай! Голосочек-то какой у тебя нежный. Ой. Ну что, давай будем кушать, мой зайчик. Угу. Доброго воскресного утра. Сегодня у меня утро началось 5 часов. Раннее. Проснулся Темочка. Покушал. Я думала лечь спать. Но проснулась Пимпочка. Ну чего ты? Ну чего ты с самого утра? Смотри, какую я тебе вкусняшку еще дам. Так, только не роняет. Ты куда там уронила? Смотри. У меня уже несколько дней очень-очень плохое настроение. Но и погодка шалит. Многие мамочки тоже написали, что их особенным деткам плохо. Включила ей мультик. Сегодня у нее наволочка вместо полотенца. Любит она такие вот печенюшки, рыбки, крекер. Бери себе еще. Хоть это тебе поднимает настроение, да? Молочка уже сходила в душ. Сейчас я готовлю завтрак. Чуть-чуть ей печенек дам, чтобы у нее настроение немножечко поднялось. Аромат не только на всю квартиру, но и на полдвора. Сегодня с самого раннего утра нажарила кабачковых оладий. Боже, как это вкусно пахнет. Звонит мне соседка и говорит, что ты там такое вкусное готовишь? Я говорю, кабачковая оладия. Она говорит, о, надо тоже сейчас купить кабачки и пожарить. У меня аж слюнки текут. Кабачки здесь, молодой чесночок, домашние яйца. И сейчас будем есть вот с такой вот сметаны. Сметана у нас сакская. В этом году цены на овощи нас очень радуют. Честно говоря, летом не хочется есть мясного. Ничего, мама говорит, давайте я вам пельмени, самсу, вареники налеплю. Я говорю, ничего такого не хочется. Хочется побольше овощей. Сейчас будем еще нарезать помидоры. Кабачки сочетаются очень вкусно с помидорами. Заварить чаек. Будем завтракать. Мышка маленькая. Поела и пошла спать. Пусть отдыхает. Ура, ура, ура! Наконец-то я еду на маникюр. Я уже не могу. У меня так отросли ногти. У меня всегда идеальный маникюр. Но в этот раз что-то пошло немножечко не так. Почему? Потому что у моего мастера, у Ферочки, ребенок тоже маленький. Он старше Темыча на две недели. То у нее не получается, то у меня не получается. Поэтому немножечко затянулось. Я сейчас еду к ней. Она говорит, давай уже быстрее приезжай. Уже звонила, говорит, хоть хаве попьем. Я ей везу подарочек. Еще бы там Адильке заказали подарок. И она, говорит, подготовила еще Темочке подарок. В общем, вот так вот. Задяну хоть часик немножечко, расслаблюсь и сделаю красивый маникюрчик. Ну, наконец-то, наконец-то! Прям любо-дорого смотреть и приятно. У меня свежий маникюрчик. Какие сегодня красивые облака. Сейчас заедем еще на рынок. Надо купить продукты быстренько. Я делала в уютном ногти. Девочка переехала. У нее уже делала много-много лет. Вот рядышком здесь город. Здесь строится коттеджный поселок. Уютно вообще расстраивается. Здесь у нас воинская часть. Облака очень красивые. Мне надо быстренько в магазин «Универсант». Там есть отдел для кондитеров купить сливки. Хотим сегодня попробовать сделать домашнее мороженое. Такие вот сливки взяла. Знакомая работает. Там, где я покупала эти сливки, говорят, очень вкусно получается мороженое. Сейчас заедем еще, возьмем сгущёнку. И быстренько с коричкой сделаем. Сейчас на сеченском рынке я в одном месте покупаю всегда кормить с крупой, сгущёнку, кофе. Сейчас пойду, я быстренько тоже возьму. Артёмочка! Артём! Смотри, какой тебе подарок тетя Фера передала. Развивающий коврик. Класс, да? Я Каринке покупала фирмы «Тенелав». Потом Камилочка игралась. Потом продала я его. Родился Кирюша. Мы Кирюшу тоже покупали. Но я его подарила. Сейчас хотела Кирюше купить «Тенелав». Но он стоит, как крыло частого самолета. И нам вот моя мастер маникюра говорит, я вам подарю развивающий коврик. Класс, да? Ой, осторожно, Карин, там глюстра. Ох, ещё такие вот погремушечки. Класс! Подожди, вот-вот сюда одну погремушечку надо, Карри. Ну, прикольный такой коврик. Сейчас Тёмочка туда залезет. Тимош, лядки. Тимош, чёхзады, богатыр мой. Ой, какой маленький. Ой, чё, холёсенький. Чё, холёсенький. Смотри, чё, мах. Артём. Чём-чём. Ой, 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 ой. Захлюкаль, захлюкал. Ай. Ай. Классный коврик. Туферочка Сауал за такой подарок. Вот смотри. Вот сюда и вот сюда надо будет. Сняли здесь тюль. Постирать надо будет. Постирать тюль, потом шторы постирать. Ой, чё, хеша. А ну-ка давай, Тёмочка. Ой, Тёмочка. Ты в раю оказалась в детском? Хе-хе. Такой классный, Тёма. Такой классный коврик.